Девушки отдыхают 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 Общемировые запасы бакситов, железной руды, каменного огля, магнезитов. Это то, за счет чего будут жить наши внуки, даже не мы. Неясно только, за счет чего будут жить внуки переселяемых пенсионеров. Их дома сжигают так спешно, что многие не успевают забрать вещи. Нас насильно руганали. Половина сгорела. У меня вся одежда сгорела. А два дня по этой школе поперла. Кому это надо было? Вот прямо вот взять и срочно, ну прямо вот все, со дня. Семья только выходит из дома, в машину не успеет сесть, отъехать не успевает. Сжигают. Люди плачут, у них на глазах сжигают. С утра Александр Келлер на крыше. Решил спилить мачту с антеной. Толку от нее никакого, только гремит на ветру. Остатки цивилизации. Как теперь будет общаться с председателем правительства? С Варимом Вариновичем? Ну? Не может знать, что они говорят. Районный глава Павел Безматерных, пришедший в край стройки, рад. Проблема села решится само собой. У этих деревьев нет перспективы. И все. Это же люди в основном пенсионного возраста. Если их оставить там с дровами и с водой, наверное, можно выбрать другой вариант, когда эти же люди сегодня в благоустроенном жилье оказались. Понимаете, нас земля-матушка кормит. Кто меня в городе будет кормить на 9 тысяч на пенсию? Говорский Владимир Евгеньевич, либо Безматерный, либо, допустим, Лев Кузнецов, наш губернатор. Не будут они меня кормить? Вячеслав Шешин в 90-х сам был председателем колхоза. Районного главу знает прекрасно. Работали вместе. Сегодня он терпеливо объясняет давнему коллеге, что теряет. Тайга кормит нас, река кормит нас, земля кормит нас. Пожалуйста, вот лук у нас нет проблем. Здесь вот у нас примитивная коптилочка. Рыбу коптим, горячего копчения. Вот. А сегодня мы коптим акуней. Вот. Пожалуйста. За рыбой Шешин ходит сам. Как объяснить, что рыба не закончится, даже когда добудут из-под земли все бокситы магнезиты? Что втанет солнце и оставшимся без дела рудокопом захочется есть. Вот еще один гальян. Видишь, попал куда? Это вторая родина, которая уходит у меня под воду. Первая она у меня в Горьковском ушла, в водохранилище Горьковское. А вот сейчас вторая родина здесь уходит под воду. Старенький мотор заглох посреди ангары далеко от дома. Идут на веслах. Как объяснить, что не случится с тобой беды, если ты един с тем местом, в котором живешь? Гребема вон там на повороте, там медведь вышел лесной. Прямо медведь вышел, знаешь, у нас ни ружья, ничего нет. Мы плывем вдоль берега, да, а он идет на нас, смотрит, такой хороший, прекрасный медведь. Привыкшие жить в тайге своим умом и своими силами, главных неприятностей ждут от человека. Мне кажется, говорить о том, что там произошла трагедия, я думаю, это больше, скажем, ход такой для СМИ. На самом деле, я думаю, что для этой части населения это очень удачная ситуация. И ее, связывая ее с ГРС, можно говорить о том, что повезло. Последняя надежда в безнадежном болтуре на жена Вячеслава объясняет природу бутылок на электропроводах. Это я с мужем закидывали, свою леп делали, нам обрезали свет и вот провели на свое электричество. Провода именем администрации обрезали в начале февраля. Шешены починили, но второй раз спилили уже столбы. Цель – выкурить из шешенского дома жильцов, в первую очередь, дочь Марину, шестилетним ребенком, который на ровном месте остался у разбитого корыта. Я не просила строить Богучанскую БЭС. Я жила отдельно. Я работала, я не воровала. Вот, то есть у меня было все. Марина – единственная, кто официально прописан в этом доме. Родители уже получили квартиру в райцентре, а дочь попала в жернова Великого Переселения. Отдала прописку, ребенка записать вернулась, я прописана в городе Кудинске. Марину вписали в городскую квартиру родителей. Четвертой – вместе с отцом, матерью и братом на 68 квадратных метрах. Прописку в Болтурино Марина восстановила, юрист все-таки. Но переселенческую квартиру ей не дают, говорят, уже получили. Я имею прописку, ордер, и вдруг получает мой муж квартиру с сыном, а я иду в составе семьи с родителями. Дальше – суды и осады. Угроза забрать ребенка, для которого здесь в не очень чистом поле нет много условий. Половину осад отбила мама, Надежда, грудью закрывая вход в дом, где пряталась дочь с внуком. Мы сказали, не дай бог она приедет, мы ребенка отберем. Но вот они приезжали за ребенком. От нашей одной семьи получено очень много квартир, мне кажется. Их дом был под номером 6, потом вдруг стал 10-м, потом выяснилось, что 10-х домов на улице 2, и по всем 3-м, которые на самом деле один, кем-то получены квартиры. Махинация с прописками и далее с квартирами – главное, в чем подозревает сельчане свою администрацию. У нас, например, здесь было прописано начальник Рафина дела Кижемского района. И даже сейчас, как я поняла, вот у нас дом еще стоит, вот там тоже, говорят, прописаны родители одного юриста, который работает в зоне затопления. Все это покрывается прокуратурой, нашей администрацией района, безматерной главой района, то есть принимает непосредственное участие, и водоправные вещи, как распределительные органы. Вот я приехал сюда, мне 20 лет было, сейчас 60 доходят, я никуда не уезжал, так и работали здесь, и живут здесь. Все, мне не положена квартира. С Германии люди приезжают, получают. Все получили. С Украины, с Германии, все получили жилье. Почему мы не можем получить? Потому что сами набрались, а мы остались на улице. Посмотрите, у каждого сколько квартир. Обманутые ангарцы собрались у дверей районной администрации. Здесь нет Марины, она не отходит далеко от своего дома. Мой дом сожгут, как только я умер из него. И многие, как Марина, остались караулить. Поджоги – второе обвинение жителей властям. По заведенным здесь странным порядком, именно дом – основание для получения квартиры. Именно дом, и документы на него. Тот, кто не отстоял свой дом, остается без квартиры. Сожгли деревья, да? Пепелища говорят, что это стихийные бедствия. А какого стихийного бедствия, если точечно сожжена, трава вокруг не сожжена, все целенаправленно, каждый сожгли. Отдувается перед жителями глава администрации. Где закон? Где закон? Ну нет закона, нет. После, вот, спустят воду уже, будут начнуты закопления. У нас будет выход один, пойти сесть на свои участки и сидеть, и будете нас топить. Администрация может только выслушать. Она сама в своем районе не хозяйка. Сверху из Красноярска создана специальная дирекция, готовящая район к затоплению. При дирекции есть комиссия, еще суды, органы опеки, прокуратура. В этом клокочущем бюрократическом болоте ангарцы вязнут и идут ко дну еще до затопления. Здесь современная повестка дня после наскольких водок реализуется буквально. Они действуют просто античеловечески, просто меры вот эти вот сожжем, уничтожим. Снесем, изымем. Вот это только этими методами действует дирекция. По отношению ко всему населению района, вот что страшно. Это геноцид. На территории Приангария геноцид. Екатерина Карпова хлопочет за мать. 76-летняя Валентина Герутскис, ленинградская блокадница, теперь бомж. Свой дом в Проспихино она сдала, квартиру получила, но договор ей выдали временный и прописку временную тоже. Срок договора истек 10 марта, а с ним и срок регистрации. И вот почтенная женщина по всем документам продяжка. Единственный документ, который может продемонстрировать районная администрация, это генеральный план развития затопляемых деревень до 2030 года. Грядет подводное царство. В Балтурино, например, планируется уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов. Страница 29-я генерального плана поселка Балтурино. Устройство озелененных групповых двориков, озеленение участков жилых домов, пылесадники, фруктовые декоративные деревья, кустарники, цветники. Ну, города сада там не будет, потому что село Балтурино попадает в зону затопления, будет затоплено. Зачем туда озеленение и тому подобное, ну, знаете, без комментариев. То есть я, как бы, понимаю, что это полная глупость, не более того. На подготовку этой глупости районная администрация затратила 10 миллионов рублей. Я наслышана об этих генпланах. Что это такое? Коррупция не наказала. Не преследуется ни законом, ни уголовным кодексом, ни уголовно-процессуальным, никакими. Я ни разу не видела отбывающего наказания ни Лужковой, никого. Я видела за украденный велосипед, за 500-й телефон, за пульта телевизора. Но ни одного не видела за мошенничество, за крупные хищения, никого. Марина знает, о чем говорит. Сама работает на зоне. Больше в ее несуществующем Болтуре наработать негде. Колонию поставили здесь, чтобы руками зэков сводить лес и уничтожать ее родную деревню. Дешевле выходит. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? А это строители светлого на 3000 мегаватт будущего. Они тянутся на заработки со всей Сибири. Не каждый же день возводят такие гиганты. На работу идем. На работу как на праздник. И спьем еще. Еще раз спьем, да. Можно даже с собой, даже еще в языке, нести, взрывчатку любую. Гигантскую работу делят между подрядчиками. Те между субподрядчиками и так до бесконечности. И вот работают. Не знают ни кто нанял, никого наняли, ни зачем. Вот богучанская лес. Если эту лес запустят, он даже самый мастер нам говорил. Она говорит, если ее запустят, она развалится вся. Сюда, на дно строительной иерархии, не доходит ни цели строительства, ни его средства. Почему так делается? Куда деньги-то уходят? А вот здесь вообще никто, нахуй, не получает эти деньги. Они, нахуй, работают, нахуй, только за чашку, нахуй, суп. Кормит рабочих та же ангара, что и крестьян. Ловит рыбу, пока еще не ушла. Часть себе, часть на продажу. Уважаемые олигархи, хоть работягам деньги отдайте. Даже две тысячи три уехать отсюда. А остальное, что я заработал, заберите себе и поделите. Пойманную рыбу с уговорами удается сбыть в столовую. 15 килограммов за 100 рублей и пачку сигарет. Приехали с надеждой заработать денег. Обещали нам 40-60 тысяч. Договора нам дали только через три недели. Работали в чем приехали, в чистом, даже и сварщик. У нас семь человек, пять пар сапог дали. Сделили. Тоже с безопасностью. На плотине очередной пожар. Многострадальная эффекта, она постоянно горит. Пожары на стройке устали считать. В 2007-м рабочие бессильно наблюдали, как медленно и неостановимо падает от ветра на застопоренный кран. Скоро, звоните, скоро, там крановщица на кране была. Крановщица погибла. И рабочие знают, им, как и крестьянам, рассчитывать не на кого. Что случилось с тобой? Наглубь, и упадет, и на кирпич б**ть. А он у нас не работает? Да, просто откажутся от нас и скажут до свидания. Единственная жительница деревни Паново опять идет к ликвидаторам договариваться, чтобы не сносили пока ее магазин. За каком деревне Паново по приказу свыше? По ухорам, по ухорам деревни. Заспанный начальник смущен, но магазин обещает не трогать. Оборону своего магазина в погибшей деревне Людмила ведет уже три года. Борется за компенсацию. Одного непроданного товара осталось на 400 тысяч. Непростая задача и по судам в городе ходить, и здание в клоши беречь. Хотя есть документы на собственность, есть документы на землю, на здание. И это их не волнует. Нет здания, все. Красноярский замминистра экономики и развития забытым магазином удивлен. Если ты занимаешься бизнесом, ты должен свой бизнес сопровождать. Вот она и сопровождает. Ночами не спать, и когда возле тебя горят дома, и днем без конца эти заключенные бегают от одного дома к другому, лезут тебе во двор, ломают окна в магазине, и лезут в магазин. Это, конечно, очень страшно. И такую оборону держать любовь до сентября. Тогда, когда по плану уже должно начаться затопление, Краевое министерство обещает разобраться таки с магазинами, комбайнами и прочим имуществом малого бизнеса, в одночасье ставшего ненужным. Предполагается и будет реализовано право граждан на то имущество, которое они теряют. Я имею в виду частных предпринимателей. Корректировка проекта будет осуществлена до конца лета этого года. Вообще нормативный срок стоит сентябрь. Будет предусмотрено бюджетные средства, и людям будут выплачены деньги. Ой, как жили-то хорошо. Ой, ой, ой. Вон какие луга, поля, вон. Раззалили нас, раззалили. Валентина Герутскис приехала проведать свой дом в обреченной деревне Проспихино. Стоит наша дверечка. Печечка стоит. Так хорошо стряпает вообще. Печка стряпала еще зимой. Ее дверюшку и весь дом молодая Валентина с мужем ставили сами. Это ее пятилетней девочкой вывезли в Сибирь из блокадного Ленинграда. Здесь и осталась. Прикипела. Прожила в этом доме 60 лет. Растила здесь детей, внуков. А для них картошку, огурцы, зелень. Разводила коз. Сейчас бы, говорю, козочки вышли бы и пошлись бы. Придут, наедятся. Вон они ходили в ворота, там тропиночка ехная, все так. По оставленным деревенским лугам бродит брошенная скотина. Сосед Валентины Александровны подбирается к лошадям. Все, ближе, они не подпустят. Людей уже боятся, отещали. Дочь Валентины Александровны Екатерина, учительница литературы, сбилась с ног и ушла с работы, добиваться той жизни, к которой они привыкли. Мы хотим дом на земле. Но это уже в процессе сейчас просто не рассматривается. Альтернативы нет. А в город все равно, что на Марсе. Куда там коз деть? В Красноярске изучают козьи документы блокадницы. Она их куда, в дом, в благоустроенную квартиру хотела перевезти? Маня, Маня, Манечка, иди сюда. Ну иди, моя умница, иди. Это вообще ручная. Пойду, вот если с ними там пости их, она все возле меня крутится. Никуда не уходит. Козы Валентины Александровны, как и она сама, нашли временное пристанище в деревне Усына, почти 100 верст. Там нашелся заброшенный двор, который стал лагерем беженцев. А козочки побудут туда до осени как-то, а там не знаю, что будем делать. Пасти здесь коз негде, нету лугов, деревня рядом с городом. Перевозить их еще раз некуда и не на что. Я уже в пределах 100 тысяч потратила, то есть уже полные банкроты. Вот сейчас мы полные банкроты. Мы еще за эти перевозки даже не совсем расплатились. Маленько, простой, простой. Ой, царство тебе небесное, ты мой родной. Я тебя люблю, никогда не забуду. В Кежме не сдается Александр Келлер. Я у них вообще ничего не прошу. Пусть меня не трогают, я буду здесь жить. Мне от них ничего не надо. За топят. Ну и хуй с ним, пусть топят. В лодке буду жить, ехать. Нет, на плоту. Бревна он привез уже, плот с обе на якоре буду стоять над домом. На закате с рыбалки вернулся Вячеслав Шишин. Старый лодочный мотор поедет с ним домой. Хотя кому его брать в опустевшем Балтурино? А в городе он ни к чему. Там не обида, там вообще ужас. Это делает тот, кто на реке не знает, что река на человека кормит. Это родина, считай, моих детей, моей жены. У нее будет потом ностальгия по этой родине, как у меня. Понимаете, вот, когда по Волге плывешь, и там в одном месте есть остров, и маленькая церквушка осталась. Это моя родина. Вот я еду, когда по Волге, и жене я говорю, смотри, это моя родина. Вот у тебя будет точно такая же, как у меня. У тебя будет такая же болезнь, как у меня ностальгия по родине.